Всем привет! Сегодня готовим сосиски в тесте по очень простому, быстрому и легкому рецепту. Если заинтересовало, давайте готовить вместе со мной. Вам понадобится слоеное дрожжевое тесто, сосиски, желток, молоко и кунжут. Заранее нужно разморозить слоеное тесто. Далее выкладываем его на рабочую поверхность, присыпаем мукой и раскатываем в длинный пласт. Длина примерно 40 см. Ширину его раскатывать не нужно. Далее с помощью линейки и ножа нарезаю тесто на полоски. Ширина каждой полоски 1,5 см. Старайтесь, чтобы полоски были одинаковые. Сосиски можно заранее отварить, остудить и высушить, чтобы в них не было лишней влаги. Но можно, в принципе, этого и не делать, как вы пожелаете. Когда тесто подготовили, начинаем скручивать будущие сосиски. Каждую сосиску обматываем в тесто, так как показано на видео. Слегка внахлёст и получается вот такая вот сосиска в тесте. Выкладываем на противень, застелённый или пергаментом, или ковриком тефлоновым, где будем выпекать сосиски. Такие же манипуляции делаем с остальными ингредиентами, пока они не закончатся. Далее нужно отделить белок от желтка. В желток добавляем чайную ложку молока, размешиваем с помощью кисточки и смазываем каждую сосиску. Мне нравится этот рецепт за то, что он простой и быстрый. Разморозил тесто, всё приготовил, в духовку отправил и готово. Не нужно ждать, пока дрожжевое тесто подойдёт. Не нужно ничего жарить в масле, потом всё это мыть и убирать. А вот таким простым, лёгким способом можно приготовить такие вкусные сосиски в тесте. Детям очень нравится, особенно моему ребёнку, он очень любит этот рецепт и вам тоже советую приготовить. Духовку разогреваем на 190 градусов и в это время посыпаем сосиски кунжутом. В принципе, это делать не обязательно. Если вы желаете, это для красоты, можете добавить кунжут. Убираем сосиски в разогретую духовку на 25 минут. Ориентируйтесь по вашей духовке. И, когда сосиски будут полностью готовы, доставайте их, остужайте и можно кушать. Вот такие аппетитные сосиски в слоёном тесте у вас получатся по этому рецепту. Ставьте лайк, чтобы его не потерять. Благодарю вас за просмотр, приятного приготовления и аппетита!